Школьное питание. Тема злободневная. Каждый раз вызывает массу критики, споров, скандалов, увольнений поваров и даже смену руководства целых школ. Почему родители недовольны чем и как кормят их детей в школьных столовых? Они создают комиссии, проверяют поставщиков, организаторов питания. Те, в свою очередь, недовольны, дескать, кошмарите бизнес, работать не даете. В это время Институт питания разработал новое меню. МОН совместно с правящей партией и НПП грозятся вообще модернизировать все школьные столовые. В общем, мы решили разобраться сами, взвесить все за и против. Эта программа проверена. Меня зовут Вера Захарчук и сегодня мы проверяем школьные столовые, узнаем, как, чем и за сколько кормят наших детей. С момента начала учебного года прошел почти месяц. Дети уже успели распробовать меню в школьных столовых. И снова соцсети взорвались комментариями недовольных родителей. Сын пошел с первый класс, лицей первый в городе Астане. На второй день учебы сказал, что ели в столовые котлеты с макаронами. А вот салат с огурцами не стал есть, сказал ужасно был вонючий и кислый. Вот теперь думаю, как бы зайти к ним в столовую. Надо ужесточить контроль в этой сфере на законодательном уровне. Моя внучка не ест в школьной столовой. Каждый день собираем ей рацион. Не доверяю школьным столовым. Сколько любых людей крутится в этом бизнесе. Когда начнете узнавать все изнутри, то просто офигеете от всего этого. Все эти дебаты развернулись под одним из постов Гульбану Абеновой. Женщина, бывший журналист, сейчас блогер, утверждает, что откликнулась на просьбы родителей сделать рейды по нескольким школьным столовым. Астаны и как блогер рассказать о проблеме школьного питания в соцсетях. Посты, как крик души, вызвали большой резонанс. Это не мой крик души, это у многих крик души на самом деле. Просто не обращали внимания. Когда все общественные деятели подключились, то, соответственно, проблема стала более такой, скажем так, ну, открытой, объективной, прозрачной. И уже не боясь родителей говорить. Но, правда, до сих пор многие не хотят говорить, просто мне пишут-то там. Она же в общем написала, что мы помоем и кормим детей. У нас у всех виллы, у нас выручка по миллиону. С чего она это взяла? По тем же самым школьным бракиражным комиссиям тоже были большие вопросы. Потому что очень многие, вот я как представитель своей школы, даже знать не знаю, кто туда входил. Вот хотя звучит, вставили своих, писали своих, кто там проверял. Где-то добросовестно. У вас какая школа? 27-я школа. 27-я школа. Бракиражная комиссия существует, вы не знаете, кто в нее входит. Она существовала. Когда я пришла туда с комиссией, сказала, дайте мне, пожалуйста, фамилии тех людей, которые входят в моей школе бракиражную комиссию. Там на списке дали, говорят, ну, мы глаза сами видеть-то не видели. Кто-то там написали. Я говорю, ну, а как же она тогда проверяла? О чем, собственно, речь? Еще в прошлом году у нас в стране внесли изменения в правила организации школьного питания. Теперь в каждой школе создают комиссию по мониторингу за качеством питания. Туда входят родители, администрация школы, медсестра, представители НПО. А председателем такой комиссии является сам директор школы. Но не всем поставщикам эти нововведения понравились. Я просто не в оскорблении. Просто половина, которая, ну, некомпетентная. Вот заходит в наш холодильник, берет кусок мяса, например. Почему на этом мясе, говорит, не стоит, когда вы его привели? Ну, это смешно же. Вот это нас как бы задевало. Из родителей, во-первых, никто не врывался. Я не слышала, что кто-то ворвался. Наоборот, был случай, когда в школу не пустили, дверь закрыли. На следующий день мы приехали с проверкой в школу лицей номер 71 снять такой рабочий процесс. Правда, в пищеблок нас не пустили, так как у нас соответствующего разрешения нет и санитарной книжки. Но в столовую мы попали. Вкусно кормят вас, да? Да. Не обманываете? Нет. Правда? Да. А вы, ребята, официантами работаете, да? Да. Слушайте, вы как в больнице, вы всегда так? Нет, я гриппую. А, вы гриппуете. А вам в гриппозном состоянии можно на раздаче работать? Нет, просто не хотим показывать. Так, понятно. Вы не гриппуете, да? У вас все нормально? Да, мне нормально. Вы, главное, не болейте. А то же чихать будете на сосиске. А у вас тоже, вы тоже попадаете. Нет, не гриппую, но кашляю, кашляю. Чуть-чуть. А, вы чуть-чуть кашляете? Ага. Мы чуть-чуть кашляем и гриппуем, но это ничего страшного. По вязках же ходим? Наверное, можно. Я не знаю, я не медик. Они тоже, девочки тоже как бы для себя тоже, чтобы, ну вот они же вот возле еды же, ну чтобы маску одеть, чтобы приятно было, чтобы ничего не попадать. Они не гриппуют, они просто не могут сказать это все. Они не могут сказать, что они не гриппуют, поэтому они говорят, мы гриппуем. Все понятно, мы поняли, ничего, не переживайте, все понятно, бывает, человеческие факты. Итак, совали мы свои негриппозные носы везде. Пытались выяснить, что же на самом деле творится сейчас с системой школьного общепита. Почему же маленькие жители столицы отказываются питаться в столовой или едят только отдельные блюда? Ты мясо вообще не ешь, что ли? Ну, ем. Ешь? Котлеты. Котлеты? А сосиска это не мясо, да? Не. Химия. Рыжая светлая голова, видишь, он знает, что химия, а что нет. Полодец, правильно. А что ты мне ешь, так и еду эту? Мне нравится. Я сначала это съем, а потом это. Мы уже поднимали вопрос о том, что были изменены некоторые продукты, которые дети в принципе не едят. Это разработано институтом питания, сан-бистанции и управление, согласованным с управлением образованием. И там соблюдены все, все, да? Как можно разрабатывать чай с сахаром, давать и тут же мед? Вот скажите, вот такое меню есть. Нет, вот моя школа по новому меню питается. Как можно давать чай с сахаром и тут же мед? Или, например, кисломолочный продукт и груша. Это совместимые продукты. Получается как? Институт питания разработал новое меню, его утвердил, а вас никого он не устраивает. Вы это не обсуждаете где-то на комиссии? Он стоит тысяч тенге в день на ребенка. А мы же, у нас 338 тенге на ребенка. По финансированию у нас никак не получается даже. У них, в их меню входит первое, второе. А ребенок приходит на 15 минут, он не может есть и первое, и второе. У нас как бы мало кто хочет понимать. И все почему-то на эти деньги смотрят. Несчастные 338 тенге. Вы сходите сейчас в любое столовое, кафе, вы что можете купить на эту сумму? Не надо все время от нас требовать и считать, сколько же заработали, сколько же это. Это очень тяжелый труд, поверьте. Сказать честно, в этих тарифах мы просто запутались. Организаторы питания говорят, что им дают 338 тенге на ребенка. Институт питания разработал новое меню, которое стоит минимум 1000 тенге. А в стенах Минобразования называют совсем другие цифры. Цена бесплатного питания определяется местными исполнительными органами. И она везде разная. У нас существуют, утверждены нормы питания детей. И согласно этим нормам, в целом, питание должно примерно стоить в пределах с 430 тенге до 545 тенге, в зависимости от региона. Скажите честно, тут всегда вкусно готовят или сегодня просто приготовились и так встретили нас в телевидении? М-м-м, тогда мы обычно всегда не ели, а сейчас очень вкусно было. Сегодня вкусно, да? А обычно не очень. Да, я не поела. А что-то салат не нравится тебе, да? Да. Давай попробуем, Суш, нормально же, да? Ну да, я тебя понимаю, Суш. Есть у нас любители и чистых тарелок, да? Вкусно? Да, вкусно. В детском питании нельзя добавлять различные роды приправы. Поэтому где-то бывает, что постно, да, пресно. И поэтому, ну, стараться... Ну, основной массы у нас детки, в принципе, идут. А родители хотят, чтобы их дети кушали как дома. Ну, это невозможно же. Подождите, а если вы соглашаетесь на такой тариф и берете эти объемы, значит, вас устраивает эта сумма на ребенка? Устраивает. Я не говорю, что мы в минусе, да? Естественно, это бизнес, мы зарабатываем, но мы его кровью пота зарабатываем. Почему однажды оказавшиеся в некрасивой истории поставщики вновь оказывают услуги тем же школам? Это, конечно, вопрос интересный и требует отдельной программы и даже расследования. Но сейчас пусть это останется на совести руководства тех школ, которые продлевают с ними договоры. В целом, если взять, вот я за свои, как бы, бытность, я никого еще не отравил. Да, не было фактов. И даже по школьному питанию это мало было. Это вот в третьей школе как-то было, еще в какой-то школе. Ну, это яичные факты, которые допустимы. Я не говорю, что это все, да, это есть. Мы же с людьми работаем, у людей где-то что-то халатность проявляется, где-то что-то, ну, бывает такое. И вот это вот понятие, что мы убегаем от общественности неправильно. Вот в целях недопущения вот этих вот поставщиков, да, недобросовестных, у нас как раз есть приказ о формировании перечня недобросовестных поставщиков. Директор школы праве подать на него в суд и объявить его недобросовестным. Так что вы можете каждый день приходить, контролировать поставщиков, поваров, пробовать эту еду, спрашивать в конце концов у деток, вкусно или нет. Ну и подводя итог нашей проверки, сегодня хочется сказать родителям. Все-таки прививайте своим чадом любовь к здоровой пище, потому что здоровая еда – это залог чего? Здоровья!